Слово ярлык имеет татарское происхождение. Оно означает приказ повелений. Но мы сейчас говорим не просто о ярлыке как приказе и повелении. Мы говорим о ярлыке на великое княжение Владимирское. Когда после Батыева нашествия установилась ига на русских землях, одним из важных инструментов воздействия на них, на русские княжества, с целью их ослабить, поссорить, внести между ними разрозненность, вражду, было изобретение ярлыка на великое княжение. Не думаю, что Батый знал римский принцип Дэвида и Тимпера, разделяя и властвую. Но следовал он ему абсолютно точно. Когда впервые был, что называется, пожалован ярлык на великое княжение русским князям. Это было почти сразу после Батыева нашествия, то есть в 1243 году. И получил первым этот ярлык русский князь Суздальский Ярослав Всеволодович. Надо сказать, что нашему герою Дмитрию Донскому он приходился пра-пра-прадедом и был отцом очень известного благоверного князя-воителя Александра Невского. Еще одна важная вещь, связанная с Ярославом Всеволодовичем. Он не только получил ярлык на великое княжение, но он был и основателем, прародителем двух династий, которые потом века будут драться за этот ярлык. От его сына Ярослава Ярослава Ярославовича пошла Тверская династия. А от его внука Даниила Александровича, сына Александра Невского, пошла Московская. То есть такие родовые корни у них были абсолютно одни и те же. И можно сказать, что основателем двух этих династий и был человек, впервые получивший ярлык на великое княжение. Что реально давал этот ярлык? Но он как бы признавал старейшинство князя, который получил этот ярлык, контроль за сбором Дани. Вот такое, пожалуй. Вот больше ничего. Мы даже толком не знаем, как выглядел сам ярлык. Это могла быть некая грамота, скрепленная круглой красной ханской печатью. Некоторые историки говорят, что это мог быть богато, так сказать, богато узорчатый, так сказать, кушак, пояс. Может быть, это был особое поясце. Но во всяком случае никто не знает, как физически выглядел ярлык на великое княжение. Но вот переходы ярлыка от одного князя к другому, от одной фамилии к другой, они в истории прослеживались очень четко и фиксировались летописями. Нас с вами, конечно, интересует эпоха Куликовской битвы. Вот время, когда накануне нее этот вопрос решался, и решался очень остро. Потому что черная смерть, как мы помним, она смешала карты престола наследия, убив и Семена Гордого, и его детей. Может быть, из-за нее умер и Иван Красный, и на престоле неожиданно московском оказался, так сказать, девятилетний мальчик Дмитрий Иванович, будущий Дмитрий Донской. Как тогда, вот в его время, вырисовывалась эта конфигурация? Кто боролся за ярлык на великое княжение прежде всего? Не совсем были отложены в архив великие князья тверские, но все-таки после Тверского восстания 1327 года, которое было подавлено не только ордынцами, но и русскими войсками Ивана Калиты, деда будущего Дмитрия Донского. Значит, тверичам была нанесена очень тяжелая рана. И несколько тверских князей, так сказать, в связи с этой историей погибли, и Тверь надолго потеряла ярлык на великое княжение. Многим казалось, что уж и навсегда. Кстати говоря, в этом, с одной стороны, был плюс для Дмитрия Ивановича. Как бы задавнело уже ощущение, что москвичи владеют ярлыком на великое княжение. Но был и минус. В сознании народном, в народной памяти, тверичи выглядели, как князья-борцы за землю русскую. Князья, готовые к жертвенной смерти за други своя, за свой народ. А москвичи, как правители, князья московские, как правители, которые всегда шли на компромисс с Ордой и на угодничество перед ней, лишь бы получить ярлык на великое княжение, и были готовы вместе с ордынцами нападать на другие русские княжества. То есть, вот такой портрет народный у московской династии, у Калитовичей, был скверный. А у Тверичей героический. И важное деяние Дмитрия Ивановича, будущее у Дмитрия Донского, состоит не только в Куликовской битве, но и в том, что вот этот героический ореол воинов за землю русскую, он перешел к Москве. Он перешел к Москве благодаря его героизму. Но вот тут какой героизм? Ребенку 9 лет. Пусть рано взрослели дети эпохи войны и чумы, но все-таки 9. А ему нужно ехать во Рду для того, чтобы получить ярлык на великое княжение. Смерть его отца, пришедшей на 1359 год, совпадает с годом, когда уж раньше зародившаяся замятня, смута, гражданская война в Орде стала великой замятней. 1359 год, убит хан Бердебек. И вот с этого времени считается 20-летняя великая гражданская война. 1559 год. И вот здесь это только усложняет ситуацию. А кому, собственно, должен ехать этот мальчик в сопровождении великого посольства монгольского? К сарайским ханам, к властителю западной Орды Мамай, к его марионеткам. Ну, конечно, по старой привычке все равно московское посольство отправилось в сарай, в столицу Золотой Орды. К хану Наврузу. Подчеркнем, в посольстве не был митрополита Алексея с его колоссальными возможностями, гигантским умом. Тогда тяжко ему приходилось. Он не избежал даже литовского плена. И ехало это посольство презентовать 9-летнего своего великого князя московского. И не произвел он впечатления на Навруза. Москвичи не оставили этих попыток. И на следующий год вновь поехали туда же, но уже к другому хану. Вот она, наглядное подтверждение великой замятни в Орде. Год хан, год хан. Несколько дней иногда. Это был же хан Хызр. 1961 год. И вновь неудача. Но возникает вопрос. Хорошо, если не дали москвичу папа, которого был великим князем, дядя, которого был великим князем, дедушка, которого был великим князем, кому тогда дали? Тверичи были не в чести в Орде. И тогда ордынские властители обращают свои взоры на Нижегородско-Суздальскую династию. После недолгих торгов между братьями этой династии ярлык оказывается у Дмитрия Константиновича Нижегородско-Суздальского. В общем, ненадолго. Так случилось, что в 1362 году от хана Мурада, а в 1363 году от Абдуллаха, а Абдуллах это был, так сказать, марионетка, так сказать, Беклярбека и Темника, очень крупного государственного деятеля орды Мамая. Вот от этих, так сказать, персонажей в Западной Орде, так сказать, получает ярлыки на Великое Княжение великий князь московский Дмитрий Иванович, отрог Дмитрий. И вот тут-то как раз вырисовывается уже и контур московской политики по овладению ярлыком на Великое Княжение, его закреплением, так сказать, за московской династией. Ну и, я бы сказал, тактика. В чем она заключалась?